...который пошумел потом в Лиге Чемпионов. На Камп Ноу выходят футболисты Барселоны. Сегодня не только весь Камп Ноу, не только вся Барселона, но и вся Каталония вместе со своей командой, которая должна совершить чудо. Кинет клуб по окончании нынешнего сезона. Вот таких футболистов отправил на поле с первой минуты. И вот такая схема, которая может показаться Синьеста и Тьяго Силова вместе с арбитрами этого матча Денис Айтыкин. Возглавляет бригаду, он из Германии, помогает ему Гвидо Клевьо, главный тренер Унаэльи. В потрясающей форме находятся уругвайские нападающие Парижа. Одинсон Кавани, 37. И здесь. Надо выбираться Кевину Трапу из ворота, он не выходит. Это, по-моему, гол у Барселоны. Да, открывает счет Барса на третьей минуте. Быстрый гол случился, Кевин Трап ошибается, застрял на линии ворот и пропускает, пропускает Париж Сен-Жермен. Та самая ситуация, когда, похоже, он делает свою работу арбитра-партнеру как раз по национальной сборной. И возникает пауза, которая еще раз нам с вами дает возможность увидеть забитый Луисом Суаресом гол. Вот здесь сказалось то, что обычно ставят вину Марко Верати. Он, даже находясь возле своих ворот, никогда не пытается... Иниеста lets it run, then tries to chase down a Marquinhos, so he's done well, Иниеста! О, и это второй гол! И это действительно игра на здесь! Каламатес, который против Париж Сен-Жермен! И Барселон... ...эффенд this ball. Луисом Суареси пытается вверх. Маркинис пытается вверх. Иниеста пытается вверх, это большая ошибка. И Кажао has a big swing in it. Maybe he could have done better. Goes from his foot onto his knee and back into the net. But great persistence. Здесь в штрафной площади, рядом с ним есть Неймар. И вот такой забросик. И смотрите, Неймар штрафной! Пенальти! Поднимайся, показывает ему Денис Айтыкин. Вот так вот упал защитник Париж Сен-Жермен. И казалось, упал он на Неймара. Помешал ему. Денис Айтыкин пошел к помощнику. Давайте сейчас попробуем разобраться, как здесь может быть не пенальти. А помощник наговорит пенальти! Да, назначен пенальти! Все-таки назначен пенальти Денису Айтыкину. Итак, Леонель Месси против Кевина Траппа. Удар! Гол! 3-0! 3-0! И один гол остается до дополнительного времени. А Месси даже не думает праздновать. Он бежит к центру поля с мячом в руках, чтобы забивать еще, еще и еще. Но вот теперь настоящее испытание для Париж Сен-Жермен. 3-0! После 4... Один из первых, когда реальную пользу приносят эти люди. А вот по менту Парижа удар Ковани! Гол! Эдинсон Ковани возвращает ПСЖ уверенность в собственных силах. 3-1 становится счет на 62-й минуте. Ковани 38-й гол в 37-м матче этого сезона. Барселона не спать! И сейчас сквозь гул Компноу наверняка прорвется Ери Оджи Эдумани, Сен-Ес-Эмпре, Матадор Ковани. Потому что именно он будет его исполнять. Короткий разбег, удар! Хороший удар! О-о-о! Ес же! Концовка будет! 4-1! Два осталось, Барс! Два осталось, и теперь становится очень важно количество минут, которые добавит Денис Айтыкин. На 88-й Барселона забивает четвертый. Кжэгэжа Крыховика готовит к появлению в игре Уна Эбери. Великолепный удар на Емаре. Ковентрап не верил. Пробивайте, забивайте. Еще один забрас на Суарес. На Суарес штрафной. Падает! Что там? Пенальти! Пенальти! Ой-ой-ой! Девятая минута! Слушайте, ребята! И желтая карточка еще защитнику, сфалившему на Луисе Суаресе. Маркинис. Маркинис пропустил следующий матч. Он сейчас мечтал. 5-1. И забивает. 5-5 по сумме двух матчей. Но у Парижа есть гол в гостях на Компно. Айтыкин рассказывай, сколько добавляешь. Черт возьми, это действительно лучший Марк Андре. Неймар. Левая нога. Заброш штрафную. Опознаем обет. Гол! 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 Сержи Роберто, Барселона. Это Барселона. Это команда, которая может все. На пятой добавленной минуте Барселона забивает шестой мяч ворота Париж Сен-Жермен. Вы простите, я сейчас не могу сказать то, что очень хочется сказать. Но это мир-смерть. Это фанта...